Это Вести Хакасия на канале Россия 24. В ближайшие 10 минут мы расскажем о самых главных событиях в регионе. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. Сегодня в Хакасии стартовал международный форум по историко-культурному наследию. Мероприятие проходит под эгидой ЮНЕСКО и заявлено как федеральная дискуссионная площадка. Форум по культурному наследию проходит уже в третий раз. В этом году в Хакасии встретятся авторитетные российские и зарубежные эксперты. Представители власти и бизнеса, специалисты в области культуры, истории, археологии, масс-медиа из России, Болгарии, Испании, Англии, Финляндии, Нидерландов и других стран мира. Всего в работе площадок примут участие более 300 человек. И сегодня в рамках форума в Хакасском национальном краеведческом музее открылись сразу две уникальные выставки. Национальные мотивы в искусстве Тувы и Хакасии – это совместный проект двух республик, а также выставка шедевров из собрания Алексея Бахрушина. После приезда Эрмитажа 10 с лишним лет назад подобных экспозиций в Хакасии просто не было. Москвичи привезли более 100 экспонатов. Шедевром можно назвать каждый – сценические костюмы, книги с подлинными автографами известных людей и актеров, произведения художников с мировым именем, скульптуру. Уникальность этой работы в том, что именно с нее Алексей Бахрушин и начал собирать свою коллекцию. Точнее купил за 50 рублей на Сухаревском рынке 22 миниатюры, отдал на реставрацию. Оказалось, здесь изображены актеры театра графа Шереметьева. Такие любопытные истории связаны практически с каждым из представленных экспонатов. Мы, конечно, знали, Алексей Александрович, но каким образом становилась, в том числе, вот эта его миссия, мы узнали о том, каким образом собиралась эта коллекция, с какими людьми он был знаком, и каким образом начиналось вот это становление его. Это очень интересно, на самом деле познавательно. Мы с удовольствием это слушаем. Нам рассказывают, в том числе, люди, которые привезли эту коллекцию. Это очень важно. Те люди, которые в этом музее непосредственно занимаются, его поддерживают, надлежащие состояния. Поэтому мы с удовольствием слушаем. Это очень интересно. Сегодня в республиканском парламенте прошла последняя сессия пятого созыва Верховного Совета Хакасии. Он отработал положенные по закону 4 года. Председатель парламента Владимир Штыгашев назвал этот созыв самым социальным. Социальным же вопросом было посвящено и последнее заседание депутатов. Подробнее Ольга Стельмах. Эта сессия Верховного Совета, пожалуй, войдет в историю законотворчества. Она стала не только заключительной для многих депутатов, но и последней, которую проводят в столь крупном составе. Уже в сентябре депутатский корпус сократят с 75 до 50 человек. Между тем, более 4 лет пятый созыв обсуждал и принимал важнейшие законы республики. За эти годы Верховный Совет Республики Хакасия принял около 600 законов. И сейчас по этим законам живут и работают наши граждане, наш бизнес. В этот раз на повестке 26 вопросов. Льготы детям-сиротам, новый закон о потребительской корзине. Кстати, основной набор в Хакасии увеличили практически на 9 процентов, более чем на 500 рублей. Новым правилам подчиниться и образование республики проект закона депутаты приняли в окончательном чтении. Сегодня парламентарии обсуждают вариант приравнять поселковые школы к сельским, а значит и увеличить зарплату педагогам сразу на 25 процентов. Это Усть-Абакан, рабочий поселок, это Вершина-Тюэ, это станция Аскиз, это Черемушки, Майна, это Пригорск, по сути, сельские населенные пункты. Но раньше они были привязаны к городообразующему предприятию и так далее, а сейчас ничего этого нет. А вот другой зарплатный вопрос привел к горячему спору. Сколько платить руководителям в бюджетной сфере? Минтруд предлагает, зарплата начальников не должна превышать четырех средних зарплат рядовых сотрудников. Во мнениях депутаты разделились. Одни посчитали, это даже слишком большая сумма, другие настаивают на обратном. Такие новшества в той же медицине, где зарплаты упадут значительно, только усугубят ситуацию с кадрами. Сегодня желающих пойти руководителям или заместителям руководителя, их нет. Мы их сегодня должны удерживать, а вот этими нормами мы наоборот оттолкнем от этой работы. Я не только про нашу больницу говорю, я говорю про все медицинские, и в принципе я считаю государственные учреждения, не только медицинские. Этот вопрос еще не раз обсудят в парламенте, но, видимо, уже другим созывом. Впрочем, большая часть действующих депутатов намерены бороться за места в парламенте. В основном своем они будут баллотироваться, будут принимать участие в выборах. И я уверен, что в основе своей они, конечно, будут поддержаны избирательными, придут сюда в новый парламент. Поэтому нисколько не сомневаюсь, что новый состав парламента будет подготовленный и высококомпетентный. На этом работа депутатов не заканчивается. Они покинут свои посты лишь с избранием нового состава в сентябре этого года. Ольга Сильмах, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Больше 76 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли полицейские в Абакане. Причем все это не привезли из других регионов, а производили в столице Хакасии. Алкоголь готовила к продаже абаканское предприятие «Белая река». Контрафакт сначала поставлялся в Хакасию, с Северного Кавказа, но оплачивать перевозку оказалось невыгодно. Поэтому на предприятии решили самостоятельно изготавливать спиртное. В частности, для производства алкоголя использовалось оборудование, предназначенное для газированной воды. Предприниматели закупили технический спирт, акцизные марки. Самодельный коньяк и водку планировалось поставлять на прилавки Хакасии, Тувы и Красноярского края. Партия оценивается в 13 миллионов рублей. Ее изъяли сотрудники спецотдела МВД Хакасии, созданного в начале этого года для борьбы с незаконным оборотом алкоголя. За короткий период, за полгода, этим подразделением из незаконного оборота было изъято более 170 тысяч бутылок, которые имели нарушения. Нарушения различные. То есть, либо не было акцизных марок, либо вообще лицензии не было на реализацию этих бутылок. На общую сумму более 27 миллионов рублей. То есть, за такой короткий срок маленькое подразделение провело огромную работу. Я думаю, что ни одного гражданина мы спасли от отравлений. В числе громких дел изъятия в марте 90 с лишним тысяч бутылок немаркированной и контрафактной алкогольной продукции. Сегодня Международный день борьбы с наркотиками и их незаконным оборотом. В Хакасии служба наркоконтроля работает 20 лет. И впервые сегодня сотрудники показали журналистам свои лаборатории, где хранятся вещдоки и где определяют состав наркотика. В небольшой комнате свободного места нет. На полу мешки марихуанная. Так выглядит партия гашиша в особо крупном размере. В определенных кругах такие брикеты называют симками. Это изъято у гостей из Тувы. А из Таджикистана в этом году в Хакасию попытались провести героин высокого качества. Курьера задержали в Домодедово. Капсулы женщина везла в себе. Как выражаются эксперты, во всех естественных полостях организма – 600 грамм. Для того, чтобы сделать из данного героина уличный героин, это его нужно смешать с инертными наполнителями в соотношении 1 к 20 примерно, 1 к 30, чтобы там осталось конечное содержание где-то 4-7 процентов героина. Под следствием сейчас вся цепочка поставщиков. Если бы эту партию продали, дилер заработал бы 2 миллиона. Курьеру за работу обещали максимум 1040. В случае разрыва, растворения оболочки, в которой находится наркотик, человек может получить смертельную дозу наркотика и, соответственно, умереть. А благодаря этим маленьким контейнерам сыскали популярность оранжевые индивидуальные аптечки «Тарын» в коробке 3600 контейнеров. Нашла их в прошлом году сторож склада в Саиногорске и решила продать по 300 рублей штуку. Еще много сохранилось. У нас же много заброшенных всяких предприятий, где аптечки, такие оранжевые, раньше были аптечки индивидуальные, и которые вовремя не были уничтожены. Хотя должны были уничтожены для того, чтобы в руки населения не попал этот препарат. Если «Тарын» с годами изымают все меньше, популярность другого наркотика растет день ото дня – спайсы. Главная беда этого сезона. В России вообще идет это, из Китая. Делают спайсы те, кто хорошо разбирается в химии. Порошок, похожий на сухое молоко, в народе называется порох. Это синтетический каннабинол. Его разводят растворителями и пропитывают какую-нибудь траву, причем пропорции каждый определяет сам. Поэтому мощность воздействия наркотика непредсказуема. Первый, он же может стать и последним случаем употребления спайса. Выпрыгнуть из окна пятиэтажного, десятиэтажного здания, перерезать себе, допустим, вены, накиднуть на шею веревку и сдернуться. Производители аналоговых наркотиков ориентируются быстро. Они практически ежедневно выводят новые формулы, чтобы обойти закон. На это дилеры тратят огромные деньги. Не меньше приходится вложить государству, чтобы опознать очередной состав. Бывает, просто траву продают без носителя какого-либо психоактивного вещества под видом мошенничества. Бывают такие случаи, продают наркотик. Парадокс, но за такую деятельность тоже можно попасть под статью. Продавать траву вместо наркотика по закону считается мошенничеством. Елена Крылова, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. Министерство обороны России создает мобилизационный резерв. Это эксперимент, и Хакасия вошла в число регионов, которые опробуют его первыми. О подробностях этого проекта в нашей студии рассказал военный комиссар Хакасии Виктор Максимчук. Интервью смотрите после прогноза погоды. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok